здравствуйте уважаемые друзья в начале фильма я отвечу на ваши вопросы а потом мы приступим к вязанию очень простого ручейника значит вот я вам специально показываю как вы задавали мне неоднократно вопросы это в дюймах толщина где-то может 0 6 толщина свинца если камера сможет передать как вы видите я его раскатал и он у меня имеет вот такую уже готовую форму тоньше толще толще ну и опять же он здесь круглый значит я обычно беру вот у меня такая друг не сделал приспособление по моему чертежам конструкции на стол кладется проволока и прокатывается ровными шагами по нашему свинцу и мы с вами достигаем вот как видно вот такой конусности то есть мы сможем огрузить как нам необходимо наш крючок это первый вопрос второе мы будем с вами покрывать грудку блестящей пленкой вот имеется вот такие в наборах пленки имеются вот такие разной ширины эти пленочки бывают и как обычно ну я вам показываю вот еще какие предпочтительно но мы с вами его изготовим с использованием обыкновенного и вот люрекса который золотистого оттенка так как нимфа рассчитана на поимку определенной рыбы и очень часто вы видите используют вот такой клей ультрафиолетовый но мы с вами будем использовать гораздо проще вариант это вот клей для вайдерсов можно заменить это на пятиминутку эпоксидку то есть так как будет удобно по поводу фонариков как вы мне задавали неоднократно вопросы я сейчас вам постараюсь еще раз показать в разделе инструменты я вроде бы вам уже все ответил но по-прежнему вы задаете вопросы я вам показываю вот раз два вот ручка 3 и вот имеется вот такой четвертый вариант значит давайте по порядку в ручке такой же находится ультрафиолетовый светодиод в этом фонарике это мини вот они в принципе то вот их желательно вот так размещать ручку найдете не найдете это под вопросом а вот что касается указки вот она здесь три светодиода лазерная указка белый и ультрафиолетовый стоит копейки это стоит вот такой фирменный стоит в разы дороже гораздо в разы чем вот этот большой который рассчитан на три батарейки но не всегда нам допустим необходимо использовать большую площадь освещения ультрафиолетом поэтому желательно иметь один большой один маленький или же один маленький но это будет несколько дольше это то что вы мне задавали вопросы я думаю я на них вам ответил крючок мы берем граб шримп я беру номер 12 для того чтобы было больше лучше видно вам детализацию и давайте теперь приступим как видно мы намотали вот такое конусное тело она у нас достаточно придает хорошую форму и закрепили сразу глазки потому что глазки и усики мы будем с вами изготавливать можете изготавливать можете не изготавливать и после того когда свинец мой подклеился я слегка сверху вот таким инструментом обжал для того чтобы у меня вот было такое слегка приплюснутое тело нить я беру это фирмы hands сейчас я вам покажу можете использовать практически любую вот такого сера серого цвета теперь нам понадобится с вами для сегментирования наших нашего тела как обычно я использую тот же новогодний но немножко не совсем дождик крепим его у загиба подхватили закрепили теперь тело желательно изготавливать в оливковых вот так вот в оливковом таком оттенке для того чтобы было более контрастное наше тело теперь нам необходимо с вами поставить крючок в удобное положение немножко слегка зафиксировать и мы делаем следующую операцию я обычно использую я уже вам показывал это не реклама как вам будет удобно можно использовать вот такой клей можно использовать вот у меня остатки есть церковной свечки можно использовать ваксу если у нас у вас имеется промышленное то что для вас больше всего подходит слегка промажем клеем ваксой и я беру буквально вот маленькими вот такими порциями и сразу наношу небольшими щепоточками на нить не приматываю то есть слегка слегка только лишь чтобы она касалась моей нитки стараемся много не накладывать ну буквально сантиметров 10-12 для того чтобы нам было удобно работать обычно я всегда использую вот такой вариант как я вам покажу вот я наложил необходимое количество потом беру увожу немножко в сторону и прокручиваю уже саму нить у нас дополнительно не надо ее комкать наш дабинг уже вот такой хороший красивой веревочкой уже лежит на цевье не отпускаем нашу нить так как она у нас обязательно будет распускаться и берем немножко лака или же немножко клея наносим на наш свинец тело я не подматываю так как здесь дабинг наш не будет испорчен тем что свинец под низом не тот оттенок и как положено начинаем от загиба формировать нашу личиночку дополнительно за счет того что мы с вами нанесли клей дабинг наш будут очень хорошо держаться на свинце дольше прослужит как в моем варианте вот совсем совсем немножечко нам не хватило добавим еще немножко вот так в районе формирования грудки у нас должна быть вот такое вот утолщение оставляем теперь берем опять ставим в удобное положение для нас крючок произвольной форме выполним сегментацию нашим люрексом можно леской можно проволокой то есть чем вам будет удобнее тем вы используете это не принципиально главное чтобы вы просегментировали тело не она у нас имела более симпатичный вид как вы просили это будет очередная пятиминутка которую можно изготовить очень очень быстро и уловистости от этого наша мушка не потеряет теперь берем наш с вами люрекс так как мы решили изготавливать в народном способе в общем доступности материалов как вы видите он двухсторонний с одной стороны золотистый с другой стороны он у нас белый теперь я беру переворачиваю так чтобы у меня золотая сторона выходила с подворотом и здесь укладываем ровненько чтобы у нас не было горблей может даже и желательно каждую в отдельности сперва одну уложить а потом рядышком другую чтобы мы ровненько строго сверху вот так располагались поправим наш люрекс без нахлёстов а находились у нас рядышком захватить подхватили его как вы видите если мы с вами потом перевернем наш люрекс он у нас даст хорошую хорошей чехлик на грудке промотаем теперь промотать необходимо так чтобы мы с вами захватили до и оставляем несколько вариантов есть изготовление нашего тела можно изготавливать с помощью даббинговых наборов которые у нас имеются всевозможные блестящие можно использовать ультрафиолетовый как я вам уже показывал вот такие наборы но я обычно использую с расчетом того что я очень люблю перо павлина она очень хорошо работает в воде поэтому в начале мы с вами подберем из куропатки вот такой приблизительно величины это не обязательно главное чтобы длина ножек как вы видите было у нас соизмеримо с нашей мушкой она должна ножки наши должны доходить до загиба если несколько больше не страшно крепим здесь наше перышко и оставляем всю конструкцию в таком состоянии я подготовил три перышка можно четыре сколько вы сочтете необходимым это не обязательно крепим здесь нить уводим с вами теперь глазкам здесь можно сделать завершающий узел и поменять нить на другую можно эту же нить потом подкрасить то есть как вы для себя выберите так вам будет и удобно теперь для того чтобы также дольше служила наша грудка я беру наношу немножечко лака или клея что у вас будут под руками на место крепления грудки и теперь скрутим небольшим жутиком наше перо и будем выполнять уже хорошую такую жирную грудку не забываем подкручивать наше перо чтобы она не разъезжалась и формируем вот такую хорошую пышную грудку величину грудки выберите для себя сами я ее делаю немножечко не совсем пропорциональную для того чтобы было больше привлекательность моей нимфы дошли до уровня крепления наших глазок здесь выполним крепление остатки удаляем теперь самое главное у нас с вами берем фломастер как обычно подкрасим немножечко нашу нить выбираем то количество наших бородок которые будут обозначать нашу наши лапки у нашего ручей ничка вот приблизительно такое количество меня вполне устроит придерживаем перышко закрепили переломили замочек и остатки удаляем клеем я не промазываю так как мы сейчас все все будем заливать с вами клеем берем нашу теперь пленку которую мы с вами закрепили люрекс и стараемся так чтобы у нас не разъехалась наши части люрекс а уложить сверху следим за тем чтобы лапки не попадали закрепили 1 2 оборота больше не надо переводе подымаем вверх переводим колечку теперь берем слегка складываем вместе так как нам скучно здесь материала не нужна и подхватываем уже в районе колечка переламываем замочек и вот здесь уже желательно немножко на нить нанести клей лак и сделать завершающий узел закрепили и теперь остатки удаляем делаем завершающий узел и нить тоже удаляем мы немножко оккультурили привели в порядок я подкрасил черным там где головка так как нам блестящий элемент золотистого цвета там не нужен и беру клей для вейдерсов совсем совсем немножечко очень аккуратно так чтобы мы не испортили нашу нимфу маленькими маленькими вот такими вот порциями нанесем лучше потом мы с вами добавим быстренько берем иголку так как у меня лампа дает ультрафиолетовый спектр может быстро схватиться и начинаем с вами потравнивать наш ультрафиолет клей вернее нанесем еще на спинку капельку район головы и глазок клей достаточно хорош в работе уже я его проверял неоднократно поэтому можно использовать абоксидную смолу как я говорил в начале фильма можно использовать лак прозрачный как я зачастую так же и теперь самое основное нам необходимо так чтобы слегка-слегка только лишь наш клей коснулся нашего пера чтобы у нас были зафиксированы наши лапки вот так годится и берем сразу промазываем там где у нас делали завершающий узел низ нашей нимфочки чтобы 10 раз не выполнять работу берем теперь наш фонарик маленького габарита время свечения ну выберите для себя допустим сами и обычно ну не более 7-8-10 секунд клей начинает уже подхватываться конечно до полного его затвердения необходимо еще чтобы прошло время но уже в данный момент наш клей как вы видите вот он уже достаточно у нас крепкий теперь мы можем спокойно с вами подкрашивать не подкрашивать как нам будет удобно как видно вот камера передает достаточно хорошая привлекательность и самое теперь главное мы можем с вами взять ну вот другого оттенка более темней так как спинка у нашей нимфы обязательно темнее и уже сверху взять промазать вот таким спиртовым фломастером в инструментах я уже неоднократно вам и рассказывал и показывал достаточно можно найти на нашем рынке это вот стандартный вот такой спиртовой индийского производства который я с успехом использую есть вот такие но это оттенок его скажу друзья значительно темнее подберете для себя сами вот и все достаточно симпатичная и уловистая приманка готова к работе благодарю вас за внимание до скорых встреч будет �� об пыли . Продолжение следует...